Всех приветствую на моем канале и хочу еще немножко дополнить свой декабрьский обзор цветения орхидей. На ваших экранах орхидейка Дасти Белла. Ее я получила в середине июля этого года. Это были маленькие деточки. И вот к середине декабря деточки взросли и охотно зацвели. Шикарные мраморные листочки. Такой темный краб на них. Очень красивые и интересные расцветки получаются. Листиков за это время она мне не дала, лишь только дорастила вот самый верхний листик, но нарастила большое количество корней. Вот корешки практически оплели весь ком субстрата. Доросли до 1 горшочка. Сделали несколько витков. Появился цветонос и 4 цветочка на нем. Все в принципе как и на картиночке, заявленной садовником. Такая яркая. Я снимала видео, пыталась показать. При различном освещении, так как не могла поймать естественный цвет. И вот такие нежные цветочки распустила Дасти. Аромата у нее нет. И вот на подоконнике с естественным освещением и подсветкой. Вот такой цвет и вот такая красивая листва. Я с нетерпением жду новый молоденький листочек. И вот такие крапушки. Тут можно любоваться не только листочками, но и цветочками. Очень приятные. Цветонос невысокий, не более 20 сантиметров. И вот такие 3,5-4 сантиметра цветочки. С желтой окантовочкой. Вот так она выглядит под фитолампой. Гораздо ярче. И еще одна крапушка. Вот тоже с такими красивыми листочками. Little Amagland. Это нежно-розовый фаленопсис с мелкими цветочками и ярко-оранжевой губой. Это специально выведенный сорт фаленопсиса. Как я узнала из интернета. Пастельно-розового персикового оттенка. Цветет не менее 3 месяцев после покупки. После периода адаптации может цвести не приставая. Компактные размеры этого растения позволяют поставить его даже на обеденном столе или на рабочем месте. Считается лучшей орхидеей для начинающих. На моем растении распустилось 3 цветочка и вот такой нежно-розовой окраски. Лепестки и желто-оранжевая губа. Вот такой представлял ее садовник. И по-моему тоже все сошлось. На моем молодом растении пока еще только один цветонос. Это его первое цветение. И вот такие приятные нежные цветочки. Осталось еще два бутончика. Тогда они полностью распустятся. Будет такая пышненькая шапочка. Таких красивых нежных цветов. Так же как и до Сибелли, я получила его в середине июля. Вот так он смотрится в глубине комнаты под освещением со вспышкой. Немного теряется розовый цвет. Но прелесть своей при этом он не теряет. Долгое время не мог тронуться в рост. Но так и тоже не выдал ни одного листочка. Лишь порадовал меня цветонос. Но так же как Дасти нарастил немало корешков. Посажены они у меня в небольшие горшочки. И вот так при солнечном освещении. А это желтый шоколад. Тоже порадовал меня в декабре своим цветением. Вот так под вспышкой яркие звездочки желтого шоколада светятся. Очень приятный глазу цвет. Солнечный цвет от солнечника. И тоже у него такие красивые листочки. Немного с бордовым оттенком. Множество нарастил корешков. Горшочек у него пока небольшой. Так как это подросток. И это его первое цветение. Вот такой замечательный желтый шоколад. Аромат не улавливается. А вот так он смотрится на подоконнике при естественном освещении. Вот таким его представляет садовник. Вполне схоже. Может быть чуть светлее губа получилась. Но она тоже такая довольно таки интересная. По краю вот с такими махрушечками. Несколько раз в день подхожу к этим цветам. И восхищаюсь и любуюсь ими. Какое же это наслаждение уносит от каких-то забот, проблем. Помогает отвлечься. Так он смотрится на фотографии с желтой звездочкой. И еще один красавчик распустился. Это мой дикий котенок. Да, да, да. Помните каким он пришел. И вот в скором времени он поправился. Очень быстро набрал тургор. Нарастил корешочки. И дал цветоносик. С тремя бутончиками. Они уже все распустились. Три цветочка. Вот так со вспышкой смотрится он. Немного забеляется цвет. Но на самом деле он имеет такую желто-зеленую окраску. Вот можно здесь видеть, что пришел он совсем обезвоженный. Такой вот весь. Как пластилиновый. Можно было из него веревки вить. И сейчас стал вот такой красавчик. Набрал тургор. Поправился. Нарастил много корней. И радует своим цветением. И прошло после этого 4 месяца. Через 4 месяца решил порадовать меня своим цветением. Здесь можно даже ничего не говорить, а просто полюбоваться молча. Вот так вот он смотрится на окошке. Вот полностью улавливаются естественные краски, оттенки. Пятнышки создают ощущение фактуры. У каждого цветочка индивидуальный окрас. Можно разглядывать и любоваться бесконечно. А это детка фаленопсиса Oxfirebird. Огненная птица или жар птица. Вот такой красавчик распустился. Деточка дала цветонос на 2 бутона. Дальше развивать цветоносик она не захотела. Но имея 3 листочка можно порадоваться и 2 цветочкам. Особенно вот такой невероятной красоты. Переливается каждая клеточка этого цветочка. Очень яркие, насыщенные, густые краски красно-свекольных оттенков. И вот можно наблюдать его листву. Листочки совсем небольшие, так как это растение совсем молодое. Вот он после полива только что. И вот такие у него толстые-толстые корешки занимают практически весь горшок. Нарастил он достаточно много корней. И выпустил цветонос на 2 бутона. Цветок у него будет довольно-таки крупный. Я думаю, что 9-10 сантиметров. На полном распуске постараюсь замерить. Ну а на этом с вами я прощаюсь. Благодарю вас за просмотр. Если понравилось цветение моих орхидей, поставьте пальчик вверху. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий. С вами была Татьяна. И до новых встреч!